всем доброго вечера хочу рассказать какие какие но все же новости они пускай их особо показать вот так вот не получается но рассказать все же есть что давайте начну с самого мелкого самого не интересно потому что меня тут еще много вопросов было и хотел бы на них ответить поэтому первое что ну так как вот тут лежит вот такая вот шкатулочка она еще просит лака два слоя и мало этот серебром рыбки инкрустация вот она просит лаком сейчас лук откроется на щит тугая надо тут до притирать мало по малу эти слова прям говорю вот она очень просит лака реально остальные таком вот состоянии который нужно еще дорабатывать тут зачищать там уголки там сюда плачет там инкрустации может там даже что-то но просто пока в сторону положил потому что я реально завален заботами другими а это обещанная вот эта моделька широкая работаю над именно такой вот моделькой сейчас я в ней все расскажу об этом давайте сразу что хочу сказать я тут пообещал сообщить как бы такую вот весть весть наверно все таки можно назвать то что если вы хотите бриться комфортно чтобы это какого-то дискомфорта не доставляло я просто лично от себя уверенно рекомендую советую это увеличивающее зеркало то есть перед которым вы будете бриться это зеркало я вот тут сейчас вот фотку покажу вам как она вообще принципе выглядит но просто это не важно какой бритвы и будете бриться это важно то есть очень хорошо влияет на то как вы будете бриться с комфортом или просто как-то вглядываясь там всматриваясь рукой пробуйте провод там щетина осталось не осталось тут будет все видно все будет удобно примеру я без этого зеркала бриться не могу просто просто как-то как будто ли закрытыми глазами такое ощущение поэтому внимание на фотку и примите просто к сведению сразу качество бритья увеличится в разы проверено это я сказал по поводу зеркала просто обещал дальше что у меня тут спрашивали как сейчас обстоят дела вот с данной моделькой это большая вот это вот плитовка на сайте есть такая я не помню стали то номера там их несколько что было это 11 номер он как раз у вадима на обзоре эта моделька именно 11 что и сейчас на чем работаю то есть я сейчас занимаюсь ковкой для этого то есть все силы положил именно вот на ковку плюс тут умудряюсь как-то заказ прогнать импортной до всего 10 штук но всего не всего а на них надо достаточно так время чтобы все это как-то произвести и причем так как надо но это ладно всю сторону откладываем что получается то есть я готовлю дамаск и готовлю у 8 сталь чему 8 почему не у 10 я просто нашел способ опытным какой-то путем как сделать бритвы из у 8 стали максимально комфортными максимально удобными именно в работе я и раньше принципе делал все как надо на высшем уровне но я этот уровень я решил поднять еще на шаг вперед то есть ожидаются то есть высококачественные еще варианты еще более качественные чем были до этого видео на можно даже затянуться потому что мне придется как-то объяснить все что да как причем вкратце как-то еще постараться но я попробую до были вопросы не раз о том что то есть откуда берется стоимость примеру дамасской бритвы и давайте начнем просто дамаска откуда берется такая стоимость вроде бы железы не прям так прям так прям сразу же продолжением то есть стали в принципе недорогая то есть вот такая пластинка стоит где-то я не знаю рублей там 250 пускай даже вот так вот если от класса стали это но если так какой-то своим да нашим там так такой цене раздают так надо где-то 300 с чем-то рублей будет стоить вот такая полоска то есть такую полоску если я возьму и сделаю не бритву то она будет крошиться и вообще вряд ли получится принципе я уже много раз пробовал делать поэтому я даже бюджетные бритвы расковываю чтобы хоть как-то уплотнить сталь и почему вы заметили и делаю я 75 процентов крин потому что если я сделал вогнозе даже 1.4 то даже раскованные вот в пластину пример из круга стали не смогла бы выдержать именно геометрию бритвы так вот что дальше откуда берется стоимость вот чтобы произвести дамаск нужно взять три близких по характеристикам по составу самое главное стали нарезать их вот такими вот не такими вот такой толщины вот такой толщины заготовками только они длиннее и вот этих заготовок должно быть вот прямо настолько брикет собирается большой брикет собирается из четырех брикетов потом эти четыре брикеты опять зачищаются в конце концов когда раскуриваются еще сваривать смесь меж собой если этот брикет в принципе взять и так вот сложить в один изначально то правильно как сказал игорь смирнов он будет размером с пеноблок то есть вот такой вот объем стали уплотняется до такого состояния что вот этого пеноблока в смысле вот этого объема такого вот этого пакета вот из этих вот из таких вот пластин получается одна чуть поуже ну в общем примерно такая пластина но она будет длиннее и она будет длиннее насколько то есть получается вот не таких вот средних 6 8 там обычно бритвки под рукой сейчас нету ну ладно короче вот такой вот длины всего лишь вот 8 штук получается заготовок обычность такие средняковые бритвы то есть 8 штук из одной полоски из одного такого вот брикета который я в итоге потом все сварю сварю вместе там сделаю опять так чтобы рисунок был откуда стоимость берется ну раньше было все проще раньше кокс стоил там когда как он стоил к там 11000 стоил давние прямо старинные времена потом он стоил там около 15 и сейчас от самосвал того же кокса то тот же объем стоит 100000 в среднем среднем смотря какая там фракция там ну там много всяких нюансов вот то есть вот этот самосвальчик вот на эту полоску для изготовления 8 заготовок вот таких вот средних бритв уходит вот это вот весь самосвальчик а самосвальчик стоит среднем 100000 вот уже да представляете то есть стоимость одной заготовочки дальше это только по коксу сколько там электричество я потрачу так как там двигатель мощный все крутит метод то есть вот это обслуживание оборудование то есть она постоянно требует обслуживания то есть все деньги деньги инструменты там все это деньги саму сталь купить то есть чтобы нарезать просто вот таких вот полос это то есть там уходит огромный объем вообще материалов и работ и в итоге в итоге средняковый такой вот клиночек из дамасской стали в принципе просто вот такой вот заготовки вот именно прямоугольники в итоге то получается в районе 14000 до это сумасшествие то есть я соглашаюсь это да это с у вас сброс его прям чистой воды но я просто так и знаю то есть я делаю или по максимуму или никак потому что я раньше пример делал 1200 слоев были претензии к моим бритвам вот у меня она начала крошится там на каком-то там камни вот у меня она там на щите где-то там некрасколочек какой-то появился на стрие вот она у меня затачивается как-то это не очень подсаживается быстрее то есть там туда-сюда понеслась а зачем то есть или делать хорошо хорошо максимально хорошо то есть сколько можно вообще выжить принципе из-за дамасской стали или вообще никак не делать это считаю так я могу сейчас повторить 1200 слоев опять могу повторить бритвы они будут дешевле они будут в районе там уже готовые бритвы будет стоить примерно тысяч 14 ну нафига вам это надо когда она будет вроде так здорово вроде не очень там с очками там с минусами зачем вот правильно туда же лучше просто купить он из моностали но моносталь тоже производится разное надеюсь я сегодня сильно не надоем надеюсь тому кому это не интересно уже выключили этот ролик объясняю моносталь то есть если я вам говорю что это четыре перехода раскованная сталь четыре перехода она набирается вот из четырех опять же длиннее таких заготовок берется четыре пластины собирается небольшой такой пакетик этот пакетик расковывается он маленько растягивается и делается примерно такой толщины вот это вот это четыре перехода то есть ковка вот такая ковка уже вполне подходит для бюджетных бритв у которых не особо тонкий лепесток в лезвии уже рабочая машинка уже будет все хорошо и она вас не будет расстраивать никаким вообще то есть практически ничем вас расстраивать не будет да конечно класс исполнение и класс бритья будет ниже чем у более там продвинутых бритв там но она вас будет радовать в любом случае тем более в сравнении там с каким-то другим вариантами еще которые вас возможно уже есть я имею ввиду другие бритв сторонних ладно что такое пакет на кованые сталь моно моно стали пакета кованые это также как и дамасской сталь собирается пакет из таких вот полос но пакет уже размером не спинный блок а в четыре раза меньше но он пакет такой что не хватит размах рук а нет хватит подождите-ка если вот этот нет чуть меньше вот эти вот поэтому достаточно дощечки взять примеру то он где тут вот такой вот ширины такой же примерно толщины ну и длина почти такая то есть чуть чуть меньше то есть ну вот такой вот блок собирается все это вместе там зачищается все это сварочка прихватывается там вот на держатель и бам-бам-бам его то есть расковали но опять же вот из такого вот то есть сколько тут два с половиной белых нет это только по длине и что-то в кирпичах не могу это как пока так на скидку определить вот такой приличный такой вот брус такой вот здоровый то есть расковывается опять в итоге вот такую пластинку из которой выходит в районе 5-6 заготовок это пакетно-кованая моносталь то есть вот такую же пакетно-кованую моносталь можно использовать для полноценных бритв с любой геометрии хоть 1.2 хоть и 1.1 хоть какую хоть какую единственно что она проигрывает дамаску в плотности но если уже не сильно искушенный то есть продобрит он особая разница не прочувствует хотя мягкость бритья будет больше у дамасской бритвы заточкой пакета кованую затачивать да конечно сложнее не каждый камушкой и терпит править ее подольше на ремешке немного но зато если вы примеру там некогда было ли просто забылись поправить на ремешке на второе бритье а это на третье на четвертое бритье то ничего страшного также побреет и тоже не без всяких каких-либо там каких-то проблем каких-то там еще заточкой то есть заточка будет держаться максимально долго если вы поправите на ремешке будет хорошо а если не поправить это тоже будет хорошо то есть не будет такого что вас подведет и вы не побреетесь этой бритвы которые на ремешке не пробежались вот это я примерно так объяснил то есть по поводу стали что и как дальше вот у меня вопрос давайте прочитаем о характеристиках сказать ну характеристики ну давайте возьмем по маркам если опять же в сторону подвинем дамасскую сталь потому что там три марки и там тройная характеристика в одном я уже принципе сейчас рассказал что и как в общем если взять сравнивать допустим у 8 там у 10 они просто очень рядом такие стали по характеристикам между собой и вот их сравнить шаха 15 то по сути это одно и то же но шаха 15 сложнее заточить причем сложнее раза два как минимум дольше править но она дольше держит заточку опять же в столько же пример раза в два если то есть вы просто пользователи вы не собираетесь уточить то есть у вас все уже проще вам ну да например не 20 раз промежку протащить а то 30 40 все это ваша забота на этом заканчивается и вполне рабочий шаха пятна ты стали но все-таки у 8 и 10 чуть-чуть мягче бреет но это сложно заметить потому что в основном мягкость бритья или жесткость ли бритья зависит от самой заточки этого скажет любой заточник заточить можно брить по-всякому там в среднем если так все обобщить то примерно три варианта заточек существует и заточка которые время жестко бреет есть который так средняком бреет есть прямо мягко как рублей но только моем именно случае я не говорю может у кого как по-другому получается, но в моем случае, если у меня бритва заточена так, чтобы волос рубила прямо так вот при малейшем касании, она бреет сверх жестко, максимально некомфортно, это в моем случае, чисто за себя, я с других не ручаюсь, все тощат по-разному, у всех способы, варианты разные, вот, если у меня бритва волос рубит вообще прям очень нехотя, но она его начинает вот так вот строгать, рубит хреновенько, а строгает интересно, так прям схватывает сразу прям раз такой, раз завиток, сразу раз завиток, вот такая заточка мне отлично нравится, к примеру, она бреет отлично, также вот опять вспомню Вадима, у которого на обзоре мои бритвы есть, у него, например, вот первые бритвы были сделаны так, чтобы волос рубило хорошо, вот большая, например, вот такая вот, вариант модель кибориды, сделан так, чтобы волос рубило хреновенько, но подстрагивало хорошо, то есть, мне кажется, я вот в этом моменте угадал заточку к его щетине, вот я рассчитываю на это, я думаю, что я угадал, потому что именно вот для меня такая заточка самая идеальная, что еще не сказал, ну что я еще не сказал, давайте вспоминать, да, не сказал я следующее, о разнице бритв с вогнутостью, там с полной наполовину, 1,4, там клин 75%, клин 100%, вот разница, в чем разница, опять же, я не хочу никого научить, ничему, просто я говорю от себя лично, что как есть, если у кого-то другое мнение на эту тему, то я не буду, то есть, препятствовать как-то вот этому, то есть, оспаривать, нет, у каждого, то есть, свое, один любит яблоки красные, другой зеленый, один любит морковку, другой свеклу, как говорится, я пример вот так вот, глупый, конечно, да, в сравнении, но к примеру, один любит борщ, другой любит щи, ну давайте так вот тогда уже, ладно, разница, если мы берем, сначала рассматриваем бритву, допустим, самую такую распространенную, это одна вторая вогнутость, в чем плюсы, в чем минусы, давайте начнем с плюсов, с хорошего, это очень, о нет, неправильно говорю, это сравнение, допустим, с тем же клином, намного быстрее править, одну вторую, затачивать так же намного быстрее, только намного аккуратнее надо, там вообще нельзя делать прижим, там, нет, прижимать нужно плотно, бритвку, когда она там, заточки или направки, но уже усилий прикладывать уже нельзя, потому что там вот эта кромка, она начнет вот так вот, то есть, пружинить, и вы не попадете в заточку, в угол заточки, например, такой он, а вот так пойдете, вот, вот единственный, первый недостаток, но два плюса есть, то есть, что ее быстрее править, быстрее точить, так же бриться ей попроще, потому что она прощает ошибки, если вы маленько там где-то сделали, так спешили, что нельзя, в принципе, делать при бритве опасной бритвы, ошибочку сделали, там где-то уголком неправильно, что-то где-то там сыгрались, то есть, она это прощает, за счет вот этого вот лепестка, который имеет эту игру, пускай мелкую, но она есть, и она именно вот прощает и такие ошибки, это тоже плюс, вот, но вот этот хруст, который она издает, бритва, а хруст, это такая микровибрация вот этого лепестка, и вот этот хруст, в принципе, он добавляет жесткости в бритье, то есть, бритье более жесткое, допустим, в сравнении, опять же, с любым клином, даже с английским, там, 75%, то есть, вот смотрите, есть плюсы, есть минусы, ну, не знаю, мне кажется, вот эти вот минусы, которые в одно-второй вогнутости бритвы, это, они какие-то такие посредственные, то есть, совсем уж не такие прямые минусы, я бы сказал, берем одна четвертая, это, в принципе, та же одна-вторая, только вот этот лепесток более короткий, и у него вибрации более мелкие, хруст более, меньше хруста, то есть, буду проще говорить, затачивать, править чуть легче, чем одну-вторую, брить пошустрее, чем одна-вторая, по шустрости, как бы, да, по-моему, вот, как вот, если как для новичка, вариант вообще прям такой, прям почти идеальный, вот так вот, но в остальном, все как у одна-второй вогнутости, берем клин, 75%, ну, в принципе, с клином многие уже знакомы, знают его преимущества и недостатки, преимущества, брейд мягче, чем одна-вторая и одна-четвертая, потому что вот этих вибраций там практически нет, они есть, но они микро, совершенно микро, и за счет этого мягкое бритье получается, дальше, за счет угла заточки тоже бритье совершенно другое, я бы не сказал, чтобы для новичка это будет очень комфортно, но после того, как уже там набилась, скрыться рука, там уже месяцок, даже там второй, вы уже бреетесь там какой-то другой бритвой, там, с вогнутостью, и вы взяли вот этот клин 75%, то он уже для вас будет прям, то есть, ко двору придется, и вам понравится, но многие, попробовав, то есть, клин, говорят, нет, я лучше вот буду набогнутый бритой, и это нельзя как-то осуждать, потому что каждому свое, тут уже индивидуальный, в принципе, такой подход получается, что минус, какие у клина такого, минус это в заточке, потому что большинство затачивается с наушником, и потом вам, ну, если вы сами будете затачивать, придется подловить этот угол примерно, и опять, то есть, выводить вот эту кромку до заусенца, по всей длине, на вогнутой бритве такого нет, там просто на бушок ложится, то есть, на бушок и на острие, вот этой плоскостью, как бы так сказать, если можно назвать плоскостью, и все, а тут нужно немножко выловить, или все-таки сменить угол под свой угол, или лучше отдать заточнику, который уже знает, что делать, вот, но править такой клин можно и без набушника, конечно, можно там изоленту там подложить, там, чтобы хотя бы угол немного увеличить, можно без изоленты, но если на ремне, то вообще, в принципе, особой большой разницы не дает, но если вы на борде правите, то, в принципе, изолента лишней не будет, потому что ремень имеет прогиб, на которую, как раз, то есть, рассчитан вот этот вот уголок, а у борда нет прогиба, она там ровной плоскости, поэтому там уже попасть в заточку сложнее, хотя он тоже имеет мартизацию, но сложнее, там уже, по сути, можно даже и изоленту добавить, вот это минусы, 100% клин, это, в принципе, тот же самый клин, что и 75%, но с более большим углом заточки и полным отсутствием вибрации вот этого вот стрия, полным отсутствием, рассматриваем плюсы и минусы, плюсы, отсутствие вибрации, максимальное, мягкое, тихое бритье, то есть, просто она идет там, где-то там вроде шуршит, вроде нет, таким каким-то вот, практически тихо, то есть, зачастую даже вы не слышите, что там бритва там рубит волос, просто прошли, все, щазины нет, а до того вот этого звука такого не было, вот, это плюс в то, что она мягче бреет за счет этого, такой еще плюс, заточка на ней при равных характеристиках стали, пример, даже того же клин там или там вогнутой бритвы, 100% клин, он за счет заточки, вот этого больше угла заточки, еще дольше держит заточку, еще дольше, но править 100% клин опять желательно или на ремне, потому что, чтобы там был какой-то провис небольшой, или опять с подкладками, то есть, там изоленту, а то даже и два слоя изоленты, вот такой вот обыкновенный для электриков, то есть, заморачиваться особо не надо, если у вас есть там какой-то набушник, там, может, какой-то там, не знаю, что, вряд ли, то да, это вообще был бы идеальный вариант, поэтому тут везде есть плюсы, есть минусы, и вот чтобы сказать, что вот эта вот бритва идеальна, а эта вот не идеальна, не получится, по-моему. Нет, она есть идеальная бритва, но для каждого своя. И вот тут уже остается за вами решение, то есть, решить, что вам ближе, что для вас, то есть, по сути, это внутренний голос, он должен и подвести, и сказать всё же, что реально для вас. Вот в моём, например, случае, там, или случай вот с теми, с кем я общался, то есть, вот так происходит, да. Люди смотрят там, какие бритвки, кто как бреется, там где-то видео посмотрят в Ютубе туда-сюда, и уже обообщённо принимают для себя решение, какое-то, да, моя бритва всё-таки вот такая, а не такая. Вот как-то так. Да, вроде бы всё рассказал, надеюсь. Может, кому-то это будет полезно. Ну, ещё чуть вернусь, сейчас я к бритвам, то есть, когда ждать, я не сказал. Ждать ещё пока не скоро, потому что ещё, пока я Дамаск сделаю, пока там эту У-8 сделаю, придётся делать пакетно-кованую, а я уже её начал, то есть, уже эти вот первые пакеты, то есть, уже задели, ну, не знаю, но может уйти дней пять ещё, хотя я уже практически неделю, как уже начал делать всё это дело, всю эту ковку, уйдёт ещё минимум дней пять, а то ещё неделя. Ну, если прям с запасом брать прям уверенно, то и вот ещё неделя как раз уйдёт, прежде чем я вообще просто начну их вырезать по контуру. Так что быстро я вам сейчас не смогу обещать, потому что с нуля всё значит. Дальше ещё хочу попросить, чтобы мне не предлагали никакие там материалы там и прочее-прочее, потому что после таких видео, где я где-то объяснял что-то, про ковку рассказывал, что-то там ещё с этим связано, мне сразу начинают там писать, звонить, там предлагать мне кокс, там предлагать мне сталь, там предлагать там ещё какие-то инструменты, там какие-то услуги, ничего не надо, у меня всё это налажено. Налажено уже большими годами, то есть у меня одни и те же поставщики, одни и те же люди, у меня уже там большие скидки, у меня там уже... То есть проверка даже вот тоже сталь, когда я покупаю, например, вот я один раз купил вот, то есть у других людей, просто не было такой марки, и пожалел, то есть я её привёз, потратил деньги нарубил, потратил деньги нарезал, оказалось, стали среднего сорта, я её продал по той цене, которую взял, потерял я только на перевозке, на рубке, нарезке. А это уже примерно в районе 10 тысяч, в минусе. Поэтому лучше я подожду какой-то ценой, я лучше дождусь вот именно от своих поставщиков, проверенной стали, которую они делают, которые стали, они делают химанализ полноценный, и мне его предоставляют, прям всё это делается при моём присутствии. Да, и по поводу химанализа. Был такой случай давно уже, года 4 назад, вот где-то ориентировочно. Была у меня такая предъява, что, мол, сталь, там была, кстати, У8, да, У8 сталь была, сказали, что это не У8 сталь, мы сделали химанализ, и это не У8 сталь. Так я тоже химанализ сделал, прежде чем её взял. Думаю, что тут не чисто, думаю, как вы могли проверить, то есть, что такое химанализ? Химанализ – это от 20 тысяч затрата, в первую очередь. То есть, а бритву в какой-нибудь раз купили, где-то рублей за 6. Это раз, то есть, значит, они были готовы купить за 6 рублей бритву, и ещё от 20 тысяч начинали потратить на химанализ, там плюс ещё всякие допы. То есть, там 20 даже не уберёшься. Ладно, значит, они были готовы, ну, давайте круглим там по 30-нику уже отдать, чтобы просто проверить. Во-вторых, при проверке, то есть, химанализ стали, как вам проще сказать, словами такими народными, чтобы... В общем, короче говоря, вот этот клинок, его не хватит, чтобы провести полноценно... Ну, если он будет готовый там со всеми там уже этими вогнутыми лепестками и прочими, его просто не хватит для того, чтобы сделать химанализ. Для этого нужна пластина полноценного размера, её напиливают на мелкие пластины, только сначала шлифуют до определённой гридности, и только после этого с каждой отдельной вот этой вот пластинкой проводят отдельный химанализ. Потом всё это складывают в единое и уже выдают один результат на бумаге, то есть, как бы, выдают вот такой вот лист вам, и там данные вот, что и как, и всё до мелочей. Вот как-то так. То есть, если у меня вот раз была такая предъява, что мы вот эту бритву отдали на химанализ и подтвердили, что это не очень сталь, вот, я попросил у них распечатку вот этой бумаги. Они мне её так не предоставили, хотя обещали предоставить. А почему не предоставили? Потому что её или нет, или она была какая-то фиктивная, то есть, самопальная, сами где-то распечатать хотели. Но, видимо, наверное, даже это не получилось. Потому что я знаю, что там даже объёма стали не хватит. Да и мне обманывать не это интересно. Ну, зачем мне обманывать? Ну, вот из какой стали, вот, например, я сказал, она из У-8. Она из У-8. То есть, допустим, из какой мне стали её сделать, чтобы вас обмануть, а самому, не знаю, выгоду, что ли, какую-то там выгадать? То есть, что именно? Если я другую марку возьму стали, например, и назову её этой маркой стали, я этим ничего не выгадываю, совершенно ничего. Там, если в 10-20 рублей какая-то разница будет, там, с каждой полосочкой, это я вообще не считаю, такие варианты. Смысл? Смысл мне обмануть. Во-вторых, если я обманул раз, второй раз, на третий раз, меня со мной вычислят, а, скорее всего, я сам себя сдам, потому что совесть не даст спокойно спать. То есть, я не знаю, ну, где, ну, и сталь-3 может мне её сделать, ну, сколько я выгадаю? Копейки? Даже если я вас обману, то я останусь неуделом. Но вы потом возьмёте эту бритву и скажете, что за фигня такая? То есть, мне это не выгодно? Мне выгодно, чтобы пользователь был максимально доволен работой бритвы, которую я произвёл. Всё. Ну, если бы, по примеру, я не знаю, вот одни бритвы были бы там, там, как говорится, был бы такой, может, даже у кого-то грех, то есть, как-то обмануть, да? И то без интереса, потому что ты подведёшь своего покупателя, а покупатель потом подведёт тебя. Соответственно, земля какой-то скруглая, и всё же возвращается. Ну, когда я просто другую марку стали подкину, я не знаю, где выгода, в чём прикол. Ну, как бы вот. Сейчас слово даже уже устал говорить, но зато у меня за счёт этого перерыв произошёл, а я тут что-то в последнее время прям такой конкретной, такой кабале, прям такой пахоте. И поэтому, пока я сейчас снимал для вас это видео, я устроил себе такой полноценный, хороший перекур. Вот. Извиняйте, кто смотрел до конца и очень устал от моего видео. Надеюсь, кому было неинтересно, тебя выключили ещё в самом начале. Всё. Пойду дальше. Работу работать. Вроде как всё сказал. Спасибо за внимание. Добра вам. До свидания. Увидимся.